МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это ежегодная традиция на старте года отмечать успехи белорусской науки, подводить итоги, ставить новые цели. Во всем мире наука во главе прогресса. Труд ученых формирует будущее. Поэтому так важно не останавливаться в научном поиске, развивать национальную научную школу. Президент убежден, от достижений ученых напрямую зависит не только наше благосостояние и качество жизни, но и фундамент государственности. Каждый ученый, работающий в Беларуси, должен быть патриотом. Мою позицию вы знаете. Без любви к своему отечеству не стоит и браться за дело. Да, наука призвана служить людям, всему человечеству. Она интернациональна. А вы, белорусские ученые, призваны служить прежде всего своему народу. И говоря о качестве исследований, которые стали смыслом вашей жизни, мы говорим об их созидательной составляющей. В любом научном замысле в поиске красной нити должна прослеживаться забота о простых вещах и потребностях наших людей. Нам не нужны исследования ради исследований, диссертации ради диссертации. Я это говорю осознанно, потому что иногда, когда мне докладывают и через ВАГ проходят некоторые диссертации, название прочитаешь, сразу не поймешь. А когда в содержание вникаешь, чудеса и только. Поверьте, я не критикант в этом плане, а как человек очень информированный, и, наверное, уже опыт у меня работы приличный, я думаю, а где же это применить? Нам ли это надо? И это не тема фундаментальных исследований. Это наша прикладная наука. Александр Лукашенко требует. Все, что придумано и запретено нашими учеными, нужно поставить на службу экономики. Нельзя допускать, чтобы открытия оставались на бумаге. Они должны приносить пользу людям и стране. Прикладной характер научных исследований укрепляет нашу независимость и национальную безопасность. Беглые, которые захотят вернуться в Беларусь, смогут сделать это и в нынешнем году. Работа комиссии по возвращению уехавших беларусов продлена на год. Такое предложение поддержал глава государства. Сейчас подготовлен проект указа. Сегодня под председательством генпрокурора Андрея Шведа состоялось очередное заседание комиссии по рассмотрению обращений находящихся за рубежом беларусов по вопросам совершения ими правонарушений. За год работы поступило больше 150 заявлений. По отработанному механизму комиссия будет работать и в 2024-м. Динамика социально-экономического развития Ушачского района Витебской области, а также работа по программе «Один район, один проект» обсуждаются сегодня во время рабочей поездки премьер-министра. В программе «Социальные объекты и предприятия». До посещения – совещание с руководством области и района, где особое внимание перспективным направлениям развития этих территорий, в частности в производственной сфере, а также по занятости и заработной плате. Ознакомившись с статистикой по прошлому году в Ушачском районе, я счел необходимым провести такое мини-совещание и посмотреть на месте реальное положение дел. В программе также посещение физкультурно-оздоровительного комплекса «Юность Ушачья», где рядом строится и общежитие для спортсменов, а также предприятие по производству комбикормов «Витебск Агропродукт». Франция продолжает тонуть в отходах. Местные профсоюзы сегодня планируют заблокировать дороги, ведущие в Париж. По улицам Пятой Республики вместе с протестующими разгуливают овцы. Около префектуры Ажен активисты устроили пожары, а также облили удобрением ворота административного здания. Где именно вспыхнут новые манифестации во Франции, пока неизвестно. По сообщениям местных СМИ, протестующие также начали останавливать грузовики с иностранными номерами. Выгружают из них продукты, произведенные за пределами республики. Напомню, французские фермеры выступают против импортирования сельхозпродукции, повышения стоимости дизельного топлива, а также ограничивающих мер по защите экологии. Сегодня вечером на «Беларусь-1» суперфинал шоу «Фактор Бай». Тройка лучших из лучших сразится в решающей вокальной битве третьего сезона проекта. Кто из суперфиналистов? Даниил Савеня, подопечный Сереги, Маргарита Шибаева из команды Руслана Лихно или Алексей Будько, его наставница Ольга Бузова, одержит победу. Решать телезрителям. Подарок для верных поклонников проекта и всех, кто хочет поддержать своего фаворита. Изменилась цена звонков и СМС. Сегодня вечером отдать свой голос можно будет всего за 50 копеек. Напомним, в поддержку одного суперфиналиста можно сделать не более пяти звонков и отправить не более пяти СМС. А пока зрители в предвкушении развязки, креативная команда готовит незабываемое шоу. Детали постановок не раскрываются и держатся в строжайшем секрете. Известно, что суперфиналисты исполнят по две композиции, одну из которых вы точно уже слышали в их исполнении. С этими песнями они пришли на кастинг несколько месяцев назад. С ними они начали свой путь на «Фактор Бай». Задача постановщиков – наглядно отобразить рост каждого из претендентов на победу. Порядковые номера суперфиналистов вы видите на своих экранах. Кто из них достоин победы, зависит от решения телезрителей. Будьте активными и голосуйте за своих любимых исполнителей. Включайте «Беларусь-1» сегодня в 20.45 и вы все увидите первыми. В Беларуси в ближайшие выходные ожидается мороз. В субботу местами пройдет мокрый снег, в некоторых районах туман, слабый гололед, на дорогах гололедица. Ночью от минус одного до десяти мороза, днем от минус четырех до плюс двух. В воскресенье погода в республике в основном продолжит определять теряющую активность фронтальный раздел. Местами по стране ожидаются небольшие осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. В отдельных районах слабый туман и гололед, местами на дорогах гололедица. Температурный фон в ночные часы будет следующим. Минус один, минус восемь. При прояснениях воздух будет охлаждаться до минус тринадцати. По западу минимальные температуры будут ноль, плюс один. Максимальные температуры составят минус четыре, плюс три градуса. Следующая неделя начнется с преимущественно сухой погоды и умеренных морозов. В некоторых регионах, возможно, плюсовая температура. Большая информация у моих коллег в 15 часов. Я на этом с вами прощаюсь. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok